Здравствуйте, товарищи зрители! Это видео одно из важнейших, потому что оно о витаминах группы В. А они относятся к водорастворимым витаминам. И потому они не накапливаются в организме, а вымываются излишки, не усвоенные с водой. Между тем, они жизненно необходимы нашему организму. И сейчас скоро я поясню вам, какие витамины группы В от В1 до В12, зачем, почему, для чего нужны человеку и сколько. Но именно по той причине, что они очень быстро выходят из организма, крайне важно следить за тем, чтобы они поступали к нам в организм на постоянной основе. А они участвуют в функционировании буквально всех систем организма. Данное видео приурочено к тому, что наконец-то в линейке липосомальных витаминов вышел липосомальный комплекс витаминов группы В, который и регулирует, и стабилизирует работу нервной системы. И помогает нормализовать гормональный баланс. Отвечает за синтез адреналина, норадреналина. Улучшает когнитивные функции мозга и способствует запоминанию новой информации. Но это только по верхам, азы. Для тех, кто не в теме, совсем кратко. Что такое липосомы? Они представляют из себя такие микроскопические сферические структуры, состоящие из двойного слоя фосфолипидов. И внутри этой оболочки находится какое-то вещество, витамин, минерал. А эти фосфолипиды защищают вещество, находящееся внутри него, от разрушения в желудке. И таким образом вещество доставляется непосредственно в клетку в неизмененном виде, в полной неповрежденной структуре. А сами липосомы, то есть фосфолипидные оболочки, потом идут на построение клеточных мембран. То есть полная безотходная технология со стопроцентным КПД усвоения того или иного вещества. Аналогом данной технологии нет, не только по КПД усвоению, но и по отсутствию любых побочных негативных эффектов. Скоро я вам расскажу про каждый из витаминов, который находится в данном комплексе. А пока еще про общие важные моменты. Очень часто в комплексах витаминов группы В присутствуют антагонисты. Я не раз говорил, что самое опасное это поливитамины, а не опаснее даже многих антибиотиков. Так вот антагонисты мешают корректной работе усвоению друг друга. Запомните, если в каком-либо комплексе есть витамин В12, то он является антагонистом практически для всех остальных витаминов группы В. В1, В2, В6. Именно поэтому из данного комплекса исключен витамин В12. Он есть отдельным препаратом, вот этим. И ссылку я на него тоже вам оставлю под этим видео, как и ссылку на этот комплекс витаминов группы В. Принимать их надо просто порозень. Например, В12 за 20-30 минут до еды, можно даже за час. А комплекс витаминов группы В после еды, скажем, через 30-40-50-60 минут после еды. Таким образом антагонизма не будет. Данный комплекс создан по принципу синергии, усиливания действия одного компонента другим. Например, витамин В6 усиливает действие таких витаминов, как В1, В2, В3. В данном комплексе используются только активные натуральные формы. А теперь внимание. В любых поливитаминах, в любых аптечных витаминах группы В, всегда без исключения присутствуют формы действующего вещества, неактивные, которые требуют дальнейшей трансформации, которая может быть нарушена из-за полиморфизма в генах или ферментной недостаточности, да и по другим причинам. Практически в любых аптечных препаратах очень низкие нерабочие дозировки, которые не могут дать необходимый терапевтический эффект в рамках программ восстановления дефицитов тех или иных веществ. Не учтены правильные пропорции для эффекта синергии. Ну и, конечно, все мультикомплексы, которые включают в себя все витамины группы В, в том числе витамины антагонисты, опасны для здоровья. Но это продается, потому что это дешево в производстве. Это при невысокой продажной цене, там, тысячи процентов прибыли. А вот этот липосомальный комплекс, естественно, по себестоимости несопоставимо выше всякой химии. Но при этом некоторая химия даже дороже выходит, чем этот уникальный полезный комплекс. И такое бывает. Дорогие друзья, я представляю вам новый свой канал на платформе Boosty и предлагаю вам на него подписаться. Вы можете перейти по ссылке под этим видео и прочесть, о чем там будет размещаться информация и уже размещается. Подпишитесь на мой данный канал, нажмите под ним на слово подписаться, вот на это. Далее нажмите на колокольчик, то есть уведомления, и выберите все видео. Тогда вы не пропустите выход моих новых видео, так как будете получать уведомления о их выходе. Если вы уже были подписаны на мой канал, но уведомления вам не приходили, то отпишитесь вот тут и подпишитесь сразу заново. Эта процедура устранит ошибки, скажем так, Ютуба. Прошу написать под это видео свои комментарии и переслать ссылку на это мое видео своим знакомым, коллегам, родственникам, всем, кто вам дорог. Поделитесь этим видео в соцсетях. Может быть мы вместе поможем наконец-то людям стать здоровыми и активными. В данном липосомальном комплексе витамины, например, В6 10 микрограмм, что составляет 500 процентов от, правда, внимание, нашей российской минимальной норме потребления в день. Наши нормы российские занижены просто в разы. И это минимум. И потому эти 10 миллиграмм это реально минимум, который нужно взрослому человеку потреблять витамина В6 в сутки. Теперь по витамину В2 6 миллиграмм содержится. Это 334 процента от российской минимальной нормы. В1 5 миллиграмм. Это 334 процента. Кстати, по В1 особая есть потребность у всех без исключения людей. Об этом многие врачи серьезные говорят, говорили и будут еще говорить долго. Витамина В3 50 миллиграмм это 250 процентов. И витамина В7 биотина 150 микрограмм, что составляет 300 процентов. Это основные витамины группы В, по которым очень важно получать каждый день оптимальную правильную дозу. Потребность организма в них очень высока. Про остальные витамины из данного комплекса я говорить не буду. По ссылке в описании будут и брошюры, и описание доскональное, подробное. Можете прочесть. Теперь я вам расскажу про свойства этих витаминов. Но еще раз скажу, потому что люди и практика это показывает, пишут, хоть я сто раз скажу всегда, где это купить. Еще раз. Этот комплекс витаминов липосомальных группы В, а также, например, отдельно препарат витамин В12, а также другие липосомальные витамины и минералы, вы сможете приобрести, перейдя по ссылке под этим видео. Отправляем в любые города России и страны мира. А теперь слушайте. Первое. Это, говоря про нервную систему, психоэмоциональный фон, стрессоустойчивость, хорошее настроение. Вот тогда мы говорим про витамин В1. Следующее. Он способствует передаче нервного импульса, регулирует натрия калевые каналы, участвует в синтезе ацетилхолина, а это тормозной для нервной системы медиатор. Потом. Тиамин локализуется в мембранных нервных клеток и участвует в процессах регенерации поврежденных нервных волокон, в энергетических процессах в нервных клетках. Участвует в формировании структур нейрональных мембран и нормальной функции аксонального транспорта. Ну, от слова аксон. А вот дефицит витамина В1 приводит к гибели нейронов части головного мозга, отвечающих за память, гиппокамп. Вот почему он так жизненно важен всем, особенно тем, у кого начинает портиться страдать память. В этой связи какова же роль витамина В3? А он участвует в синтезе дофамина, нейротрансмиттера, осуществляющего передачу нервного импульса в мезолимбическом пути мозга. То есть, он связан с ощущением удовольствия и вознаграждения за какую-то работу. Витамин В6 в этой связи обладает тормозящими действиями на нервную систему, которая может слишком активироваться от стрессов там, ну, сами понимаете. Так вот, он регулирует ее возбудимость через регуляцию запуск синтеза серотонина и гамк. Он необходим для синтеза миелина, образующую оболочку нервной ткани. Также участвует в синтезе гамк, сфинголипидов, серотонина, участвует в регуляции психоэмоциональных состояний, улучшая передачу нервных импульсов и минимизирует риски развития нервно-психических расстройств. Ну, еще снижает склонность к появлению судорог, мигрени, хронической боли и депрессии. Тут еще важен, конечно, дополнительно прием магния. Ну, а витамин В7 оказывает нейропротекторное действие, подавляет синтез белка бета-амилоиды, который признан одной из причин развития болезни Альцгеймера. Теперь про гормональный фон, про улучшение когнитивных функций мозга и качественного сна. Здесь из группы В участвуют в основном три витамина. Витамина В2. Вот он участвует в метаболизме йода, что влияет на выработку и работу гормонов щитовидной железы. В составе ФАТ и ФМН витамин В2 участвует в синтезе тероксина и стеройных гормонов. А вот сниженная концентрация витамина В2 из-за ограниченного там, допустим, рациона, из-за того, что, например, его просто нет в продуктах или мало, ну скажем, при вегетарианстве, а также при приеме, например, комбинированных оральных контрацептивов, что, конечно, делать нельзя категорически, так вот, может вызвать расстройство гормонального фона и снижение функций щитовидной железы и болезни щитовидной железы. Витамин В6 поддерживает баланс половых гормонов, способствует деактивации метаболически активных форм эстрогена. Он снижает риск развития эстроген доминирования и эстроген зависимых опухолей. Вот настолько важен витамин В6. Он также помогает синтезировать гормон сна мелатонин. Отвечает также он за синтез адреналина и норадреналина, улучшает когнитивные функции мозга и способствует запоминанию новой информации. А витамин В7 участвует в работе щитовидной железы и нормализует работу надпочечников, что очень важно при коррекции СУН. Теперь про инсулинорезистентность, про чувствительность к инсулину и снижение гликированного гемоглобина. То есть все то, чем сейчас 95, а то и 99 процентов населения поражено тотально. В этой связи витамин В1 является кофактором фермента пироватдегидрогенеза, способствует окислению глюкозы, повышает чувствительность клеток инсулина. Витамин В3 является частью фактора толерантности к глюкозе, который усиливает реакцию на инсулин. Никотинамид, витамин В3, дает выраженный лечебный эффект при сахарном диабете. Это факт. Опыт его использования у больных диабетом с ангиопатиями показал хорошие результаты. Это связано, конечно, с улучшением секреции инсулина путем повышения уровня НАТ в клетке. Так, витамин В6. Он улучшает усвоение глюкозы и повышает чувствительность клеток инсулину. Помогает гормону глюкогону преобразовывать гликоген, то есть животный крахмал. Это запасенная глюкоза в организме в виде гликогена животного крахмала. Так вот, преобразует его в глюкозу и тем самым обеспечивает равномерное поступление глюкозы в клетке, чтобы не было скачков глюкозы. И особенно гипогликемии. Запомните, тут витамин В6 особо важен. Ну и витамин В7, который участвует в синтезе гликогенов ДП углеводов и в глюконеогенезе, то есть синтезе глюкозы из аминокислот. Тем самым поддерживая оптимальный уровень глюкозы в крови, опять-таки без скачков. Витамин В7 повышает чувствительность клеток инсулину, снижает показатель гликированного гемоглобина, принимает участие в синтезе гликозиназы, которая жизненно необходима для обмена глюкозы. Теперь про расщепление жиров и снижение уровня холестерина в крови. В этой связи витамин В1 участвует в синтезе жирных кислот омега-3 и прочих и холестерина. Он необходим для синтеза жиров из углеводов при их избыточном поступлении в организм, а если его недостаточно, то повышается плохой холестерин в крови. Витамин В2 участвует в окислении липидов. Витамин В3 нормализует липидограмму, снижает ТГ, ЛПНП, повышает ЛПВП, то есть хороший холестерин укрепляет, поднимает, нормализует и снижает повышенный плохой холестерин, оказывая тем самым антиатеросклеротический эффект и защищает от инсультов и инфарктов. Витамин В6 снижает уровень холестерина, плохого, конечно, и ТГ, уменьшает жировую инфильтрацию печени, способствует трансформации альфа-линолевой кислоты в эйкозапентаеновую кислоту, то есть ЭПК и ДГК, то есть докозагексоеновую кислоту. А это две самые важные формы омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Именно потому, что витамина В6 натурального, природного из продуктов не хватает многим веганам и сыроедам-веганам, у них, хотя они и получают АЛК, то есть альфа-линолевую кислоту, ну скажем с льняным маслом, льняными семечками, а на АЛК не преобразуется в достаточном количестве ВПК и ДГК. Вот в чем тут суть. Необходим витамин В6 и его должно быть достаточно не по минимальным медицинским нормам и по анализам в крови, смотрите, чтобы у вас эти витамины группы В были не по нижнюю границу нормы, а по самую верхнюю. И это на самом деле будет минимальными необходимыми показателями. Помните, анализы уже давно у нас в стране, по крайней мере, нормы все снизили, потому что у людей снижается из-за неправильного и неестественного питания, из-за плохих продуктов все показатели. И чтобы не пришлось всех людей лечить, чтобы что-то бесплатно в больших количествах людям выписывать не приходилось бы, снижали давно и снижают нормы. Имейте это в виду. Ну и витамин В7 в этой связи совместно с В5 участвуют в синтезе жирных кислот, также снижают уровень ТГ, регулируют выработку сибума сальными железами, оказывают липотропное действие, ну то есть уменьшают накопление вредного жира в печени, ну а также помогают расщеплять жиры и усваивать их, что конечно способствует нормализации обменным процессом. Теперь про усвоение белка, аминокислот, про расщепление и метаболизм гомоцистеина. Так вот в этой связи витамин В1 принимает участие в дезаминировании и переаминировании аминокислот, а это основные пути катаболизма аминокислот. Витамин В2 участвует в синтезе белков, гемоглобина и эритропоэтина, а они влияют на кровотворение и транспорт железа. Вот почему при дефиците витамина В2 даже при достаточном количестве как бы по анализам железа в крови будет дефицит железа в ткани. И все признаки дефицита будут и не пройдут даже от приема больших доз железа. Кстати о железе, посмотрите, вот это очень важное двухчасовое видео, в котором поясняется все и про железо, про гемоглобин, про ферритин и трансферин, про все проблемы с железом и ферритином в организме. Ну а также витамин В2 участвует в обратном метаболизме аминокислоты гомоцистеин. Напоминаю, это очень вредный продукт, который косвенно показывает, если он повышен в крови, что в организме есть дефицит витамина В12. Про него видео обязательно мое, вот последнее, посмотрите. Ссылку оставлю под этим видео. Витамин В3 выступает синергистом и совместно с витамином В2 участвует в метаболизме разных аминокислот. Витамин В6 является ключевым звеном в обмене белков, он регулирует более 70 ферментов, которые участвуют в метаболизме аминокислот. Также В6 способствует всасыванию аминокислот в кишечнике и их проникновение в клетку. Он участвует в обратном метаболизме гомоцистеина также наряду с витамином В2. Более того, В6 жизненно необходим для синтеза гемоглобина. Опять-таки, железа может быть много, а войти вот в этот комплекс железа с белком, то есть гемоглобина, не сможет. Витамин В7 участвует в усвоении белков, синтезе гемоглобина и кератина. Кстати, одно из названий биотина, витамина В7, витамин красоты, да. Теперь про поддержку окислительно- восстановительных реакций внутриклеточной среды, то есть про гомеостаз постоянства внутренней среды. Совсем кратко, витамин В1 участвует в процессах дектоксикации совместно с глутатионом. Кстати, про глутатион вот видео, посмотрите обязательно. Особенно в метаболизировании этанола, и еще он участвует в обезвреживании ксенобиотиков. Витамин В2 принимает участие в процессе восстановления глутатиона в печени, обезвреживает биогенные амины, гистамин, гамг. Вместе с цитохромом В450 участвует в метаболизме лекарственных средств, то есть выводит эти токсичные вещества из организма. Но витамин В6 участвует в синтезе глутатиона в печени непосредственно. Это очень важно. Ну и напоследок про поддержку митохондриального здоровья и выработки АТФ энергии. В этой связи витамин В1 в организме трансформируется в тиаминодифосфат или кокарбоксилазу, которые входят в качестве коферментов в состав важнейших ферментов углеводного энергетического обмена. Зависящие от витамина В1 ферменты, содержащие в своем активном каталитическом центре тиаминдифосфат, работают, если можно так сказать, на промежуточных этапах энергетического обмена. Именно недостаточное обеспечение организма энергией является одной из причин мышечной и сердечной слабости при дефиците витамина В1, проявляющуюся у всех людей больных Берри-Берри, например. И у всех людей просто не так активно, у кого есть дефицит В1. И помните, кто не хочет инсульт, инфаркт, В1 принимать просто жизненно необходимо. Так, а витамин В2 в этой связи входит состав окислительно-восстановительных ферментов, необходимых для процесса карбоксилирования перувата и альфа-кетоглуторана. Окисление сукцината в цикле Крепса рибофлавин повышает внутри митохондриальные уровни флавинаденин денуклеотида, что нормализует митохондриальную функцию. Витамин В3, его компоненты, например, НАТ, это никотин, амид, аденин, денуклеид. И НАТ, то же самое, только в конце фосфата еще добавляется, участвует в переносе электронов в преобразовании пищи в энергию. И таким образом витамин В3 жизненно необходим для нормальной работы митохондрий. Ну, витамин В6 участвует в энергетическом метаболизме клеток и синтезе АТФ также. А витамин В7 принимает активное участие в метаболизме глюкозы и имеет большое значение для энергетического обмена также в этой связи. Теперь кратко, кому необходим витамин, например, В1. У кого есть стрессы, нервы, больное сердце, атрофия мышц, онемение конечностей, любые нейродегенеративные изменения, плохая память и так далее. У кого есть нарушение метаболизма глюкозы. И, конечно, необходим беременным женщинам, да и вообще по большому счету всем людям. А вот кому нужны витамин В2, В3, В6 и так далее, в каких количествах я вам оставлю все под этим видео по ссылкам. Ну, перейдете на товар, а под товаром там подробно все расписано и даже есть очень наглядная красивая информативная брошюра в которой разобрано все досконально. Мой вам совет обязательно приобретайте и принимайте хотя бы по одной капсуле один раз в день этот комплекс витаминов группы В. 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 будет полный, что называется, набор просто они друг другу антагонисты поэтому данный набор надо просто принимать отдельно с промежутком по времени где-то около часа от витамина В12. Вот и все. знайте, что мы отправляем все наши товары в любые города России и страны мира от Грузии и Казахстана до США и Германии. Ну и конечно, как всегда, я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Жду ваши комментарии, предложения и вопросы под видео в чате. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок